В Кировском районе прошла первая в этом сезоне противоаварийная тренировка. По легенде дефект произошел на распределительной сети Лермонтовской северной магистрали ТЭЦ-14 у дома номер 40 по улице Маршала Говорова. По легенде сегодня, мы предполагаем, что это зимний период, минус 23 градуса на улице, ветер 5 метров в секунду, отключение по дефекту 500 трубопровода и подключение попадает в 61 здание и два детских учреждения. В зоне отключения проживает свыше 7 тысяч человек, из них более тысячи детей. Здесь находятся детские и учебные заведения. Заместитель главы администрации Кировского района Владимир Захаров осуществил проверку технической оснащенности прибывших аварийно-восстановительных бригад. Участниками тренировки были отработаны действия по устранению дефектов в реальном времени. Отработана аварийная ситуация на прямом трубопроводе диаметром 500 и запиткой дома и сливом. Отработка проходила в штатном режиме, все как и должно было происходить. Противоаварийные тренировки осуществляют в соответствии с требованиями правил подготовки и проведения отопительного сезона. В ходе мероприятия был произведен разбор и оценка действий участников тренировки и сделаны организационные выводы. Отработаны действия по взаимодействию управляющих компаний в плане оказания усиления по контролю за теплоносителем во всех 61-м жилом здании. Было отработано вводное действие сантехников непосредственно ВТП в индивидуальных тепловых пунктах по поддержанию теплоносителя, его замене и опорожнению и наполнению трубопровода в жилом доме. Сантехники показали высокий уровень работы, то есть свои обязанности, а они знают, что надо делать и как делать тоже без запинки. Сегодня мы еще отработали погашение электричества в двух жилых домах. Вводная была построена таким образом, что по сообщениям граждан прекратилась подача электричества в два жилых дома, была подана заявка в Россети. В течение 15 минут экипаж прибыл на место дефекта, установил повреждение, оно было устранено в течение 5 минут. Итого было потрачено где-то полчаса. Не больше норматива, час норматив. Поэтому тоже действия нормальные, успешные. Мы показали укомплектованность аварийной машины, что дает возможность на месте, без привлечения дополнительных средств, полностью ликвидировать технологические нарушения. Следующая противоаварийная тренировка пройдет в июле. Последняя тренировка будет посвящена взаимодействию всех управляющих компаний района. Продолжение следует...